Все ценят надежных партнеров в работе. Именно надежность компании дает уверенность в качественном и своевременном выполнении работ. А что выделяет надежную компанию на рынке? Конечно же, опыт работы и история успешных проектов. В этом году акционерному обществу Ямал Автодор исполняется 40 лет. Это путь компании длиной почти в полвека, за которой построены сотни километров дорог по всему Ямалу. Днем рождения компании можно считать 23 декабря 1978 года. Именно в этот день был создан Салихардский дорожный ремонтно-строительный участок производства работ в составе Тюмень-Автодора. За период с момента создания предприятия пройден большой путь. Устроены дороги с твердым покрытием в Салихарде, построены автодорога по улице Объездная, дороги Лабытнанги-Харп, Салихард-Горнокнязевск, автодорога Салихард-Лабытнанги. Принято решение о переносе ледовой переправы Салихард-Лабытнанги на новое место, в результате чего ее длина сократилась с 26 до 4 километров. Отсыпаны оголовки причалов на берегах со стороны Салихарда и Лабытнанги, что позволило запустить паромное сообщение между городами. И это только за период до 1994 года. Весь этот путь пройден вместе с Александром Шишкиным, который своими руками развивал дорожную отрасль Ямала с момента ее зарождения. В течение больше полугода власть и коммунистическая партия не могли подобрать руководителя. И лишь только в сентябре после собеседования дали согласие о приеме меня, о согласовании меня на эту должность. С 1979 года, с сентября месяца, я назначен руководителем ДСУ Салихардского подрасчетного участка. Первые объекты, которые мы строили, это полигон свалки, где сейчас у нас цифровая вышка стоит. Улица Ямальская. Следующим объектом у нас была вот эта дорога. С подачи начальника ГАИ Кулюпина Юрия Сергеевича, мы пришли к совместному решению, что она очень необходима городу. И оно так и оказалось. И я очень рад, что на сегодня ДСУ существует. Приходом Магомадова оно получило толчок в развитии, обустроились базы, что бальзамом льется на мое сердце. За время своего существования предприятия несколько раз реорганизовывали и переименовывали. В 2003 году путем слияния нескольких небольших предприятий с производственной базой салихардских дорожников появился ГУП «Ямалавтодор». Последнее событие такого рода произошло в 2016 году, когда была проведена реорганизация государственного унитарного предприятия «Ямалавтодор» в акционерное общество «Ямалавтодор». Годом ранее компанию возглавил Иса Денисович Магомадов. Первые три месяца моей работы в «Ямалавтодоре» разбирались с экономикой, со всеми производственными базами, которые тоже находились в очень плачевном состоянии. Были раздроблены участки, начиная со станции Обской, Лабетнанги, Салихад и до самого Ноябрьска. Была поставлена задача руководством привести это предприятие в нормальное состояние, которым мы и занимаемся по сегодняшний день. Сегодня акционерное общество «Ямалавтодор» – это основная подрядная организация, которая осуществляет содержание и ремонт автомобильных дорог на территории Ямало-Ниньского автономного округа. Это филиалы в Лабетнанге, Карачаево, Муравленко и Ноябрьске с центральным офисом предприятия в Салихарде. Это стационарные и передвижные лаборатории оценки качества, асфальтобетонные заводы, сотни единиц дорожно-строительной техники и больше 500 рабочих мест. Огромное внимание компания уделяет развитию своей технической оснащенности. В этом году предприятие строит теплый стояночный бокс в Ноябске. Уже осенью техника филиала будет отстаиваться и ремонтироваться в ангаре. Дело в том, что содержание автомобильных дорог ведется в круглосуточном режиме. И особые трудности появляются в зимний период времени, когда техника должна выезжать в низкие погодные температуры. Для того, чтобы улучшить и оперативно работать на дорогах, в этом году строится арочник ориентировочно на 10-12 стояночных мест. Он будет теплый, там будет стоять наша техника и это будет влиять на оперативность. То есть в зимний период времени можно будет оперативно выезжать для содержания автомобильных дорог. Аналогичные боксы были построены в Салихарде в 2017 году. Они вмещают до 40 единиц техники. До конца года новый бокс порадует и сотрудников базы предприятия в городе Лабытнанге. Ежегодный фронт работ предприятия – это содержание более полутора тысяч километров автомобильных дорог, как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. В 2018 году предприятием выполнены работы по замене и выравниванию свыше полутора тысяч железобетонных плит проезжей части, ямочному ремонту на площади более 133 тысяч квадратных метров, ликвидации просадок проезжей части на площади более 58 тысяч квадратных метров, ремонту обочин на площади более 183 тысяч квадратных метров, вырублен кустарник на площади более 410 тысяч квадратных метров, обочины откосов дорог, залиты трещины на дорогах протяженностью свыше 540 тысяч погонных метров. Нанесено свыше 188 тысяч погонных метров дорожной разметки. Заменено более 700 дорожных знаков и 800 сигнальных столбиков. Установлено более 4 тысяч погонных метров барьерного ограждения. За летний сезон дорожных работ асфальтобетонными заводами предприятия изготовлено почти 32 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Для укрепления обочин использовано свыше 21 тонны грунта и 23 тонн щебня. В сезоне 2018 года нашей организации выполнялись ремонтные работы на окружных дорогах по всей протяженности автодороги Сургут-Салихард и на подъездах к городу Ноябрьск, Ноябрьск-Вангапур. На данный момент работы на всех ремонтируемых участках практически полностью закончены и готовятся к сдаче заказчику. На этом работы предприятия не заканчиваются. С наступлением распутицы вход идут сюда на воздушных подушках. Компания обеспечивает надежные пассажирские перевозки после окончания работы паромов и доустройства ледовой переправы. С началом ледостава на реке Обь наиболее активные работы начинаются на переправе Салихард-Лабытнанги. Именно Ямалавтодор обеспечивает связь двух городов через ледовую переправу. Это содержание оголовков, подготовка съездов, строительство ледовой трассы. Сотрудники предприятия первыми выходят на лед, разведывают и прокладывают будущие полосы движения, намораживают лед и занимаются дальнейшим содержанием важной артерии, которая обеспечивает связь двух городов. Параллельно начинаются наиболее сложные работы на зимних автомобильных дорогах. Силами акционерного общества Ямалавтодор в сезоне 2017-2018 годов было построено два зимника. Это Лабытнанги, Мужи, Азовы, Теги протяженностью 314 километров и Оксарка, Салимал, Панайск, Ярселе протяженность в 176 километров. Компания отвечает за безопасность передвижения и качество проезжей части на таких важных артериях, по которым обеспечивается связь между поселками и городами, производится завоз продуктов питания и горюче-смазочных материалов в отдаленные поселки. Круглогодично на снежных трассах дежурит дорожно-строительная техника, занимаясь обеспечением проезда и очисткой дороги от снежных заносов и переметов. Силами Салехарского мудроу ведется подготовка к содержанию устройства зимних автомобильных дорог, которые наша организация содержит ежегодно. Это зимний Коксарка, Салимал, Панаевский, Ярселе и Лабытнанги, Мужи, Азовы, Теги. Ведется готовка сигнальных вех, дорожных знаков, ремонт необходимого инвентаря. Техника готова, необходимая на устройстве содержания автозимника, готова порядка на 50%. Людские резервы и материальные позволяют нам выполнить данные работы без срывов. В планах у компаний и дальше активно развивать дорожную отрасль Ямал-Ниньского автономного округа, внедрять новые технологии и строить дороги. Акционерное общество неоднократно удостаивалось высоких наград за качество и дальновидность. Так в 2017 году компании был вручен Кубок лучшей подрядной организации по итогам сезона. Ямал-Автодор надеется оставить этот Кубок в своих стенах и в этом году. Поможет в этом не только профессиональный и высококвалифицированный коллектив предприятия и качественный подход к работам, но и политика его руководства. Ямал-Автодор стал, скажем, конкурентоспособным предприятием, стало. Есть, конечно, не без этого, есть и проблемы, но, тем не менее, мы все эти вопросы решаем и строим планы на будущее. Занимаемся, как я уже повторюсь, благоустройством базы и обновлением техники для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке дорожных услуг. Будем также участвовать во всех торгах и выиграем торги, чтобы заниматься строительством и ремонтом автомобильных дорог, на которых мы работаем. Построенная кадровая политика, высокие требования к качеству проводимых работ, налаженная база поставщиков материалов и развивающиеся производственные базы по всему округу делают Ямал-Автодор надежным партнером государственных и частных заказчиков. Акционерное общество Ямал-Автодор – 40 лет качественных дорог. Хотел бы поздравить всех дорожников с нашим профессиональным праздником, также поздравить свой коллектив с предстоящим юбилеем 40 лет Ямал-Автодору, пожелать всем здоровья, семейного благополучия и стабильности в стране и в нашем предприятии. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить дорожников с профессиональным праздником. Субтитры создавал DimaTorzok